На протягу 20-го года статус Гомеля изменялся не одно, чем до 1919 года повятовый город Могилевской губернии, потом центр губернии Гомельской, с 1926 до 30-го центр Гомельской округи. На протягу никаких наступных годов у Беларуси были только районы, а для развития промысловости и аграрного сектора примусило шукать новые формы администрационного деления. 15-го студенья 1938 года была створена Гомельская область. Напевно, один администрационный дом, где в 1938 году разместился Абл, в оконках не было. Помешкание у них опало и разные службы первопочатково находились в разных кутках города. Частка работников разместилась в доме Беларуси Городского банка. Ненавидусь по этой лестнице, и они шли в свой службовый кабинет, как начать первый працовный день. За 80-х годов Гомельская область прошла значный шлях. Сегодня это самый буйный промысловый регион Краины. Только за последние 7 годов объем промысловой вытворности и продукции сельской господарки увеличился у двоя. Розничный товароборот взрос в 5 разов. Реализованы широк буйных инвестпроектов. Завешена модернизация древопрострочных предприемств. Суровезная реконструкция пришла на таких промысловых гигантах, как БМЗ и Мазырский нафтоперепрострочный завод. Конечно, для меня, человек, который работал в 2000-х годах, когда вся экономика была развалена, мы создали сельмаш, выстраивали нефтеперерабатывающие заводы, выстраивали в целом экономику. В то время, главное было, основа, которая заложена, было в развитии области, сельскохозяйственный блок, наш ГОМ-сельмаш, который мы модернизировали в короткий промежуток времени благодаря поддержке президента страны. Все это дает результаты. Безусловно, для экономики любой нет постоянного стремления вверх. Есть определенные спады. И это не страшно. По крайней мере, за последние 2-3 года такой спокойного развития экономики есть в области, дают свои результаты именно то, что мы имеем за прошлый год. Экономика лидер, чувствует себя очень хорошо в инвестиционном поле, очень хорошо в технологическом плане подготовки. Значными можно назвать досягнение и в аграрном комплексе Гомельской области. Работа хлеборобов в сполучении с выкористанием навыковых досягнений вывела регион на стабильное урожай сборжа больше около 1 миллион тонн. Высокими темпами, нарушивая объемы в творчестве, живела годовчая голена. Узмыцняется материально-техническая база. Только за прошлые 7 годов реконструированы и модернизованы больше 700 аграрных объектов. И этот процесс протягивается. Модернизация проведена, она работает сегодня. Кроме этого, одна область за счет бюджета области, еще продолжает строить помещение, которое будет проносить продукцию. Так что это на постоянном контроле Владимира Андреевича находится. Я думаю, без этой модернизации у нас бы этого результаты не было. Бадай, самая приемная частка врачистого схода – урочение в Знагород. За значный уклад во умоцовании беларуской державности и в совете с 80 годом дня утворения Гомельской области представникам региона объявлена подяга президента Беларуси. Знагода юбилейной даты предуделена так само в получении со сортков резервового фонда президента 1 миллиона беларуских рублев. Они будут накерованы на завершение в этом году выдавництво блока плаванных бассейнов у ВЕЦ. Шесть представников Гомельской области отремливают гоноровые грамоты Совета Министров. Скорее 200 человек узнагороджены гоноровой грамотой Гомельского Аблова Конкама и Областного Совета Депутатов. Вся рода тех, кто поднимается на сцену Областного Громадского Культурного Центра, былые героиньки в области и республики, герои социалистичной працы, люди, которые штуденно, сумленно, выполняют свои обовязки. Гомельщина хорошая с каждым годом, очень прилично подтянулись небольшие районы. Это невзирая на достаточно сложные условия, природно-климатические, последствия Чернобыля и так далее. А если сказать проще, то здесь очень хорошие люди, очень трудолюбивые люди. И, конечно, вот они с душой относятся к своему делу. Поэтому, безусловно, я приезжаю как к себе домой, очень приятно видеть знакомых людей. И самое главное, что эти люди делают достойный результат. Поэтому я уверен, что это, как говорят, все в надежных руках. Юбилейный для Гомельской области 2018 год запомнится его же храм шаргом самых разностайных мероприемствов международного и республиканского узроню. Фестиваль хорографичного мастерства «Сорский карагод», фестиваль этнокультурных традиций «Клич по лесу», фестиваль народного «Гумбру». Дата ГОЖ сегодня будет урочисто значена и такая важная дата улесе региону, как 75-е годовина вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Алексей Мтеров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель».